Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду записывать свою видеобеседу в не очень обычном месте. Я нахожусь в еврейском поселении в Израиле, куда мы с семьей приехали. Мы сменили эти четыре страны за прошлую неделю, и поэтому я не успел записать на прошлой неделе на руку Today. И также не успел взять какие-то принадлежности свои для, например, микрофон, еще что-то для записи. И поэтому будет немножко все шумно. Записаны на улице, ездят машины, мирная жизнь продолжается. А мы, жители Украины, живем в тяжелое время. Гитлер 21-го столетия развязал кровавую войну против соседней страны только за то, что она не хочет быть в союзе с Россией и выбрала путь европейского развития. И наша семья, как и большинство еврейских семей Украины вынуждены были за считанные часы собрать вещи и выскочить из-под бомбежек, ракетных обстрелов. И не буду долго говорить о всех ужасах эвакуации. Но находясь в безопасности, кто уже в Молдавии, кто в Румынии, в Европе, в разных странах, перед нами это стоял тоже тогда выбор. Перед каждой семьей стоит выбор, что делать дальше, куда держать путь и как помогать в борьбе со злом. И в этом нам поможет чуть-чуть разобраться наша недельная глава, прошлой недельной главы Пхудей. Сказы в начале главы, вот подсчеты Мешкана, Мешкана свидетельства. Почему переносной храм упоминается дважды? В связи с этим поднимается очень знаменитая мистическая тема. Пишут наши мудрецы, делающие свои выводы из 17 главы пророка Ирмиягу, что здесь написано о двух храмах. Один, который внизу в материальном виле, а другой был построен ангелами наверху в мире духовном. И за этим известным утверждением следует вдруг еще одно разъяснение повторов. И мы имеем два. То есть это второе. В будущем Всевышний дважды возьмет у евреев залог в виде разрушений первого и второго храма. То есть временно. Залог временно. Как-так, как берут залог. Временно Всевышний отнимет у нас что-то очень важное. И это объяснение построено на игре слов Мишкан, пересной храм, и Машкон, залог. И показывает садморский рэбе, что местонахождение обоих отрывков о храме в непосредственной близости от описания отчетной финансовой деятельности Маше в нашей главе, в Гладе Пикудей, вовсе не является неожиданностью. Только после того, как евреи убедились, что Мишкан построен именно на их деньги, и что все деньги расходовались именно на то, что выдавались, можно говорить о том, что за греховность строителей, которым по праву принадлежит заслуга самого существования святилища, храм будет дважды отнят, взят в залог под медрежу. И эти два объяснения, они расставлены в медреже Танхума в такой последовательности не случайно. Медраж, относящийся к ушанной торе, следует за примеру Всевышнего, и так же, как он это делает в письменной торе, расставляет информацию таким образом, что сначала появляется лекарство, а потом за ним проблема, болезнь, которую это лекарство будет лечить. Оба прогнозируемых разрушений первого и второго храма, которым суждено было произойти в материальном мире. Хотя и ужасно, но все-таки не оставляют сотворенную Вселенную без специального места расположения высшей силы, то есть лекарства. Если, слава Богу, еще один храм духовный, до которого не доберутся ни Ваваляне, ни римляне, ни даже сами евреи посредством чьих-то преступлений, постепенно, незримо, кирпич за кирпичом разрушались оба рукотворных святилища. Именно но этот духовный храм является гарантией того, что третий храм обязательно будет построен. Он как бы спустится с неба. И эти известные слова Медроша, но лично я понимаю не буквально, а как иллюстрации сказанного Рахмалем, Рамхалем, в Дереха Шем, любой предмет и даже процесс имеют корень в духовных мирах. И я думаю, что именно третий храм будет построен как материализация храма духовного, то есть как любой объект или процесс материализуется в нашем нижнем мире нашими руками. И здесь можно увидеть уже первый урок для нас евреев 21 века, оказавшись в крайне сложной ситуации эвакуации, но не только. Чтобы произошла победа внизу, должна произойти победа вверху. И именно евреи обладают всей полнотой силы для влияния на духовные миры. Наши молитвы, изучение Торы, добрые дела, направленные против зла, приносящего смерть и страдания, могут быть действеннее, чем военные действия. Это наша работа и за нас ее никто не сделает. Мы говорили о гарантии, в результате которой мы уверены на 100% что третий храм будет точно отстроен. И вот еще одно подтверждение об этом в нашей главе. Согласно Митрышараба, Всевышний долго, с 10-го тишря не давал приказа собрать мешкан. Все чувствовали себя как-то не по себе и наконец 23-го дара Всевышний повелел, чтобы священнослужители, а Арон и его сыновья 7 дней готовились к службе мешкана в переносном храме. В течение этих 7 дней ежедневно приносились жертвы, чтобы Бог простил им все грехи, грехи очистительные. Причем Маше совершал службу, а Арон и его сыновья выступали в качестве прихожан. И каждый из этих 7 дней Маше собирал, должен был собрать мешкан, вносить туда ковчег завета, стол, жертвенник, светильник, минору, потом приносить жертвы, зажигать лампады светильника, совершать воскурение, то есть полностью совершать службу в храме, а потом разбирать мешкан, чтобы на завтра собирать его заново. На 8-й день Маше собрал мешкан уже навсегда, то есть до следующего перехода в пустыне. В этот день служению в храме переступил Аарон. Так об этом говорит Тора в конце главы покудей, книги, шмот. И было в первом месяце, во втором году, в первый день месяца была возведена скиня. И завершил Маше работу и покрыло облако шатер собрания и слава Бога наполнилось кинью. Не мог Маше войти в шатер собрания и пребывало над ним облако и слава Бога наполнилось кинью и дальше когда поднималось и пишет Равицак Зильберг в книге беседы о Торе, что он всю жизнь не мог понять что это значит. Почему надо было 7 дней собирать и разбирать мешкан. Известно, что дела отцов знак для детей и поэтому важно понять что это означает. И вот просматривая записи Ктори Рава Авраама Мардыхая Альтера это Герер Ребе он нашел удивительно четкое объяснение. Мешкан простоял в пустыне 39 лет а затем он находился в Гильгале 14 лет потом его внесли в город Шило и там он простоял 369 лет после этого его перенесли в город Ноф на 13 лет затем в Гивон на 44 года и вот потом же первый храм построил царь Шломо и он простоял 410 лет и затем 70 лет был через 70 лет был отстроен второй храм простоявший 420 лет то есть всего 7 раз еврейский народ устанавливал храм который потом был разобран или разрушен 7 раз и в первый день месяца Ниссан Маше восьмой раз собрал Мешкан и больше его не разбирал то же самое будет с третьим храмом он будет построен еврейским народом и Всевышний восьмой раз и останется это навечно пророк Ихескель говорит от имени Бога и заключу с ними заветом мире завет вечный и помещу мой храм среди них навечно и буду им Богом и они будут народом и узнают народы что я Бог освящающий Израиль тем что будет мой храм среди них навечно и так это важный урок для нас евреев 21 века третий храм точно будет и значит будет все и приходит Маше и собрание евреев в земле Израиля и постепенное искоренение зла потому что все это элементы одной системы системы переходного периода между этим форматом мироустройства к совершенно другому формату это элементы периода окончания шестого тысячелетия перед началом седьмого шабатнего тысячелетия и об этом написано у разных пророков и пророка Ихескеля и Шаягу и других и шестое тысячелетие закончится как известно через 218 лет так как сейчас 5782 год поэтому времена Машеэха уже близко близко интересно что Вилинский Гаон в своей книге родовые муки перед приходом Машеэха в наши дни он пишет это было в 1860 каком-то году в тот час когда дойдет до него до какого-то еврея слух о заходе русской армии во врата Истамбула пусть поскорее наденет он субботние одежды и будет ожидать прихода Машеэха и до нас дошли предания учеников Вилинского Гаона которые разъясняют что речь идет о том что корабли русского царства придут в пролив Босфора и Дарданелла и это скажет тебе что близок час прихода Машеэха и как известно это уже произошло в прошлую пятницу уже времена Машеэха уже наступили что это означает для каждого из нас перед приходом Машеэха как я уже сказал все евреи будут собраны в земле Израиля кто-то по своей воле кто принудительно а значит сильно тяжело и сейчас Всевышний делает разные манипуляции в мире чтобы евреи сделали свой выбор во Франции были массовые теракты и как известно был огромный Илья из Франции в Израиль и война в Украине начавшаяся в 2014 году тоже дала большую рию но недостаточную высшая цель этой войны или продолжение той сейчас но к сожалению в более тяжелом формате привести евреев в Украину и Россию в Израиль и вернусь к тому с чего я начал если вы уже выехали из Украины и России пока или не определились или даже временно поехали в Европу и Америку сделайте свой правильный выбор поднимайтесь в землю Израиля такой выбор сделала наша семья мы тут и при всех сложностях которые нас ожидают мы счастливы и всем брахавы от слаха в их этом выборе в их непростом этом пути эвакуации оставайтесь дальше в поисках смысла хорошего вам окончания дня до сих пор